Доброе утро Потому что мы такие разные здесь Кто-то давно с Господом Кто-то не так давно Кто-то имеет богатство уже мудрости и познания Больше чем проповедник даже А кто-то нет Но тем не менее Я верю, что Слово Божие Когда оно звучит, именно Слово Божие Оно по-разному всех нас достигает И Слово Божие доброе к нам Аминь Давайте помолимся Отец Небесный Отец Небесный, мы еще и еще приходим к Тебе Спасибо Тебе за то, что Ты назвал это место Дома молитвы, Господь Это был Твой план Чтобы по всей земле были такие места Где люди собираются и поклоняются Тебе, Господь И исполняют Твое Слово, Господь Мы хотели бы сегодня, чтобы Каждому из нас, кто здесь в этом зале Господь Ты говорил, Господи Мы просим Тебя Еще и еще насыщай и наполняй нас, Господь Чтобы мы были способны выполнять то, что Ты хочешь в нашей жизни, Господь На этих полях, которые вокруг нас, Господь Благослови, пожалуйста, наполни Духом Святым, Господь Говори к нам, Господь И пусть ни одно Ну, ни одно слово из того, что Ты скажешь, не будет украдено Во имя Иисуса Христа, аминь Я хотел бы сегодня прочитать Чтобы мы с вами вместе прочитали Несколько стихов Из последней главы Евангелия от Матфея Это 28 глава И, как вы помните Речь там идет о последних событиях В Евангелии После того, как Иисус воскрес Можно сказать, пасхальных событиях Вот сейчас, через месяц примерно будет Пасха В нашей стране 28 апреля И я знаю, что наша церковь начинает готовиться К тому, что мы будем праздновать здесь Но также, я думаю, весь мир, да Он готовится В том числе мир, в смысле мира Который любит продавать что-то на любой праздник Готовится к Пасхе Уже всякие картинки появляются Если ты занимаешься рекламой Скачиваешь какие-то картинки в интернете Ты можешь увидеть там уже пасхальные Ну, то есть ты можешь уже что-то купить для Пасхи Для того, чтобы сделать пасхальный дизайн И продать что-то Вот, ну, сейчас мир начнет скоро говорить о Пасхе И это как раз те события Которые здесь описаны Мы даже пропустим В принципе, вся 28 глава Это как раз Это как раз такая заключительная глава в Евангелии Которая меняет все коренным образом Потому что в этот момент Христос воскрес И происходит событие, которое Это не просто, как эпилог в книге Это что-то такое, когда, знаете, победоносное Его шествие Когда только что ученики разбежались Когда вот тьма торжествовала Тьма торжествовала Когда Он сам называл Отец, зачем ты оставил меня? И все было так, с человеческой точки зрения Все было так безнадежно Когда ученики, которые, как мы говорим Разбежались Они видели, что все Все закончено И тут что-то такое происходит, знаете Лучше, чем в любом американском фильме Где есть копи-энд Я просто себе представляю Это даже трудно экранизировать Вот эти чувства, которые Которые испытывают Эти женщины, которые пришли ко гробу Вот это вот Это невероятная уверенность в Его силе Да, и давайте прочитаем Что происходит после этого То есть мы прочитаем два отрывка 28 глава с 11 стиха по 15 Ну и потом с 16 до конца Когда женщины ушли Это Матфея 28, 11 Когда женщины ушли Несколько человек из стражи отправились И сообщили старшим священникам Обо всем, что произошло Те, собравшись и посоветовавшись Со старейшинами Дали воинам много денег И сказали им Говорите, что его ученики Ночью вышли и выкрали тело Когда мы спали А если дойдет до наместника То есть до Пилата Не беспокойтесь Мы сумеем его убедить И у вас не будет неприятностей Я читаю из современного перевода Те, взяв деньги Поступили так, как им было велено И молва эта широко разошлась Среди иудеев Жива она и по сей день Дальше А 11 учеников отправились В Галилею на гору Куда велел им прийти Иисус Увидев его Они пали перед ним на колени Хотя некоторые засомневались Иисус подошел И заговорил с ними Он сказал Дана мне вся власть На небе и на земле И так ступайте И сделайте все народы Моими учениками Крестите их во имя Отца Сына и Святого Духа И научитесь соблюдать все, что я вам повелел И знайте Я с вами всегда до конца мира И давайте мы посмотрим сейчас Вот знаете Это два отрывка Первая Это что происходит Вот в этом месте Куда приходит напуганная стража И они докладывают первосвященникам О том, что произошло Старейшинам О том, что произошло И другая сторона Это лагерь учеников Лагерь Христа Так скажем Давайте посмотрим Что происходит там И что происходит там Только что мы это прочитали И интересно Что Вот Я просто размышлял Я читал Читал вот этот отрывок И меня пронзила мысль о том Потому что До этого Когда Все, что делали Все, что делали Саддукеи Это как раз Вот этот Эстеблишмент Храмовая Ну Храмовая знать Которая в принципе И передала Христа В руки Пилата То, что до этого Они делали Они в принципе Они нашли Да, человека Который не соответствовал Их пониманию Христа Который Прославился Во всем народе Который по их мнению Он стал раздражающим Фактором для них Настолько сильным Что они начинают Уже все, что дальше Происходит с ним Да Они начинают Видеть это Как Ну Как следующее Доказательство Того, что он Богохульник И тому, что это Мятежник И человек, который Не исполняет закон Но Какой-то Какой-то Странный 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 учитель Вот Но Очень интересно Что Чем Что Здесь Они выставляют Стражу И Когда Христос Умирают И говорят Что вот Мы слышали Что ученики Распространяют мысль О том, что он Воскреснет Поэтому давайте Выставим стражу И Ну Чтобы ученики Не пришли Не выкрали тело И Интересно Что Я сижу И думаю Ведь эти люди Не принимают Посланного Христа Мессию Бога И Каким-то образом Тот Злой дух Который убедил Их Вот так Делать Он уже Им заранее Говорит О том Что будет И они Начинают Уже к этому Со своей стороны Готовиться Почему такое Ожесточение Сердца Почему Такая Уверенность В том, что Нужно закончить Их дело Как они в это Верят до конца Интересно Что если раньше Они действовали Более-менее Законными Методами То есть Хотя бы Соблюдалась Видимость законности Во всем Обвинение Да Суд Там когда Судили Христа Там призвали Свидетелей Ну Они же могли Просто Его дать Пилату Нет Они вызывают Эти свидетелей Лже-свидетелей Которые Не просто А в чем-то Обвиняют Они берут Его слова По крайней мере И пытаются Интерпретировать Они используют Его слова И говорят Что это якобы Иисус говорил Что он разрушит Храм Более-менее Соблюдается Законность Какая-то Но потом В определенный Момент Доходит до того Что здесь Вот в этот момент Уже Когда происходит Землетрясение Ангел Как молния Явился Блистал Явился И он Садится там И Стражи Разбегаются В ужасе Возможно Они слышат Какие-то слова Которые он говорит Марии и Марии И в этот момент Стража в ужасе Приходит Может быть даже Я сейчас Не знаю Это как версия Может быть даже Было видно Что стража Что стража не придумывает Ничего Но в этот момент Они прямо Тут так и написано Они говорят Собравшись Посоветовавшись Они дали Воину много денег И сказали Говорите Ложь Говорите Что это ученики Пришли Ну в смысле Они подкупают Стражу Говорить Что ученики Пришли И ночью Выкрали тело И интересно Что если раньше Это была По крайней мере Такая Претензия На законность Потом Когда Христа Христа судят И уже свидетельствуют Против него Потом Решение Особенно Вот этом Побивание Камнями Или Просто Как они отдают Его Пилату О смерти Они не могли Принять его За один раз То есть По закону Они должны были Собираться Два раза Как минимум И должны были Сутки пройти Вот Это Исторический фон И Они должны были Соблюсти Вот эти формальности Но тем не менее Они что делают Они собираются Один раз И здесь написано На утро Они быстренько Собираются Второй раз Для того чтобы Вроде как Вчера ночью Несколько часов назад Мы в один раз судили И теперь мы Судим второй раз То есть Вот эта незаконность Она все больше И больше растет У меня очень много Параллелей Странных Может показаться На первый взгляд Пришло С фашистской Германией Когда в начале Вроде бы Как все так Когда нападение Шло на окружающие страны Вроде как Все так Провокации Какие-то надо было Создавать Нужно Нужно было Соблюсти Какую-то законность Потом просто Все границы Переходятся И просто творится Что в голову придет То же самое Здесь мне кажется Есть такая аналогия Знаете Представляете Вот эти люди Они видят Фактически Что происходит Что-то сверхъестественное Они смотрят На это событие И это их Вообще не убеждает Это наоборот Их укореняет Они еще больше Убеждаются В том Что нужно еще больше Укрепиться Дать денег И они даже говорят Что если у вас Будет проблема У стражи С наместником Тогда мы это решим То есть они берут На себя этот риск Они говорят Закрывают полностью глаза Мне это тоже Напоминает параллель Не знаю Здесь возможно Есть любители истории Истории Великой Отечественной войны Когда То же самое Знаете Войска Германии Окружены Со всех сторон Уже Идет Ну Они терпят поражение Идет победоносное Шествие Армии С двух сторон И тем не менее Речь фюрера Который Продолжает говорить Про то Что Рейх Победит И мы победоносно Пойдем дальше То есть какое-то безумие И мне кажется В этом смысле Безумие Которое происходит здесь Против Сына Божьего Оно даже больше Несмотря на Скажем так Разный масштаб Мне кажется Оно даже больше Потому что Люди Которые видят Видят Какие-то Знаете Ну Раньше для них Он был Какой-то Лжеучитель Который просто Ну да Творит Какие-то Чудеса Непонятно Какой силой Теперь Явное Явное Событие Учеников Нет Ученики Разбежались Явная Победа Их Плана Явная Победа Тьмы Как мы уже Говорили И Вдруг Когда что-то Происходит И они Полностью Закрывают На это Глаза Им все Равно Что Они даже Не начинают Сомневаться На секунду Как воины Которые Стерегли Его Которые Очень Невероятно Жестоко Поступают В каждом Шаге Которые Они делают По отношению Ко Христу Они все равно Смотрят И говорят Скорее всего Это был Не просто Человек Фарисей В смысле Не фарисей Саддуке Полностью Закрывают На это Глаза Да Это Первый Лагерь Мне Интересно Ну Если еще Подумать Об этой Стороне Да Мне Интересно Они Не видели В Иисусе Понятное Дело Мессию Интересно Как Для Саддукеев Для храмовой Знати Которая Предает Его на Смерть Интересно Как Для них Каким Для них Должен Прийти Мессия Никогда Не думали Об этом Ну Во-первых Очевидно Что Иисус Как будто бы Нарушает Закон То есть Он нарушает Они считали Себя правыми Во всем И Иисус Делает что-то Что выходит За рамки Того Как они считают Если бы они Допускали Эту возможность Что возможно Что-то Что-то не так То есть Может быть Я что-то Где-то делаю Не так Тогда Возможно Они бы Не были Так Уверены По отношению К тому Что делает Христос Но Давайте Повторим Вопрос Интересно Каким Они Ожидали Увидеть Мессию Я думаю Знаете Сейчас Я думаю Во-первых Он должен был быть Не из Галилеи И скорее всего Я думаю Я представляю себя На месте Саддукея Я думаю Что мессия Мессия Должен был Прийти Из их Среды Скорее Всего Они так Думали Что это Должен Будь Человек Знающий Закон Который Обладает Определенным Влиянием Определенных Связей И это Совершенно Не входит В их Рамки Совершенно Не вписывается В их Представление Каким Еще Они Мессию Видеть Но Это Скорее Вопрос Которым Нам Стоит Подумать Потому Что Возможно Они Видели Его Так же Как Народ Который Который Ждал Человека Который Придет И освободит Их От Угнетения Римской Власти Мы Об этом Много Говорим Но В принципе Может быть Еще Варианты Может быть Вообще Саддукеям Которые Не верили В воскресение Которые Кстати говоря Тут же У них На глазах Произошло Возможно Для них Вообще Ожидание Мессии Это было Таким Культурным Таким Знаете Стимулом Просто Народным Ну то есть Светлая Надежда Что-то Такое Отложенное Что Возможно Никогда И не Презойдет Но Сейчас Пока Как бы Эта вещь Есть Которая Помогает Сейчас Пройти Нам Всякие Переживания И просто Ити Вперед Продолжать Жить Это Хорошо В конце Концов Это Больше Всего По вере И слухи Которые Ходили В народе Знаете Есть Такой Отдельный Предмет Мессианские Ожидания Во времена Перед Приходом Мессии Ведь Мы Сейчас Говорим О том Что народ Израиля Ждет Мессию Но Как это Было На самом деле Мы Не Всегда Знаем И На самом деле Это Было Такое Знаете Народное Явление Во многом То есть На заре Первого Века В Палестине Его Просто Ждали Как Сеть на Освободителя От Рима Ну Освободителя От всякого Гнета Который Сядет На конец Царство Давида Сядет На престол Будет Управлять Все Восстановится В храме Служения И Более Того Много Много Знаков Которые Даже Воспринимались Как Ну Такие Байки Скажем Народные Что Вот Лев Игненок Будет Сидеть Вместе Там Какие-то Очень Невероятные Чудеса Там Все Будет Родить Плод Приносить Большой И я думаю Что Возможно Саддуке И даже Будучи Практиками Людьми Которыми Сейчас Надо Вот Управлять Народом Здесь На месте Возможно Они Отчасти Могли Думать И так То есть Что У них Вообще Не Было Такого Ожидания Что На самом деле Мессия Божий Сын Придет Ну И вообще Это интересно Об этом Подумать Возможно Здесь Еще Не Все Варианты Есть Тем Не Менее Вопрос Как Люди Могли Настолько Сильно Противостоять Истине Для Нас Он Может Быть Не Такой Сложный Потому Что Мы Понимаем Что В этот Момент Ими Владеет Что Другое И Будучи Убеждены В своей Праведности Они Доходят До Такого Безумия Вот Тем Не Давайте Посмотрим На То Как Сегодня Мир Смотрит На Его Слова О том Что Мессия Придет Второй Раз Что Иисус Придет Грядет В мир Для того Чтобы Уже Совсем Судить И Вы Знаете Как Я Я Понимаю Все То же Самое Абсолютно То же Самое Есть Все Те же Самые Взгляды С одной С С Придет Второй Раз Он Грядет Да Это Конечно А что Сейчас На Улице Подойти К Людям Спросить Что Вы Знаете Ну Да Христос Умер За Мои Грехи И Придет Второй Раз Я Это Знаю Вот И С Одной Стороны Да Такое Как Игнорирование И Как Замазывание Этого Факта Который В принципе На Мой Взгляд Не Сильно Отличается От Того Что Было Тогда Второй Вариант Это Он Церковь Я Не Про Нас Сейчас Я Говорю Про Церковь Которая Видна Это Институциональная Церковь Которая Делает Все Что Нужно Наказывает Тех Кто Думает Неправильно И Я Сейчас Ни о Чем Конкретно Не Говорю Но Мы Знаем О том Что Это Было Во все Века О том Что Церковь За Веру Во Христа Убивала Людей Подвергала Их Инквизиция И так Далее Потому Что Мы Правильная Церковь Есть Третий Вариант Который Как раз Был Примен Ко Христу Когда Мы Говорим Настоящая Церковь А Ну Вот Это Эти Вы О них Говорите Эти Еретики Сектанты Маргиналы В лучшем Случа Требующие Перевоспитание В худшем Достойной Тюрьмы Ну Если Хотите Креста С Разбойниками То есть Вот Это Их Как раз Место Потому Что Как раз То Что То Что Было Со Христом Мы Видим Все То же Самое Сегодня В современном мире Мы Видим Все То же Самое Если Говорить Кратко Совсем То Дух Этого Мира Не Изменился Он Абсолютно Такой же И Дух Этого Мира Не Может Принять Христа Мы Сейчас Пойдем С Во-первых Апостол Иоанн Говорит Не Любите Мира Не Того Что В Мир Кто Любит Мир В Том Нет Любви Очи Я Специально Рисую Эту картину Для То Чтобы Мы Поняли Насколько Мы Войдя В Царство Христа Насколько Мы Далеко От Этого Чтобы Мы Навсегда Поняли Что Мы Поняли Что Мы Не Имеем Ничего Общего С С С Лагерь Просто Тут Интересный Контраст Это Прям Все Происходит Вот В Одном Месте в одно и то же время. Такое безумие с одной стороны. Вот здесь, да, слева, так скажем. А справа, если... Ну, я просто так привожу, да, графику какую-то. Справа. 11 учеников Христа. Это Матвея 28, 16. 11 учеников отправились в Галилею на гору, куда велел им прийти Иисус. Обратите внимание, кстати, они сделали то, что Он им велел. Увидев Его, они упали перед Ним на колени, хотя некоторые и засомневались. Иисус подошел и заговорил с ними. Он сказал, дана Мне вся власть на небе и на земле. Итак, ступайте и делайте все народы Моими учениками. Крестите их во имя Отца, Сына и Святого Духа и научитесь соблюдать все, что Я вам повелел. И знайте, Я с вами всегда до конца мира. Хорошо приевшиеся слова иногда переставлять местами, читать еще раз. Я, знаете, как сделал? Я представил себя на месте учеников, которые только что разбежались. Мы сейчас упустим момент про то, что некоторые сомневаются и о том, как они себя вообще чувствовали. Но в этот момент, смотрите, представляете, да, что нам с вами, как им дано поручение, идти и делать учениками все народы. И что я чувствую, когда я об этом думаю? Я в первую очередь чувствую какой-то страх, потому что я смотрю вот как раз на этот мир, как раз то, о чем чуть-чуть, только что мы говорили, да, чуть-чуть назад. Вот на эти взгляды, да, и немножко становится страшно, потому что, ну, во-первых, мы знаем, что случилось со Христом, когда его распяли. Не очень хочется всего этого. С другой стороны, немножко страшно, потому что видишь, ну, уверенность, видишь массовость, видишь объем, масштаб. И кто ты против этого? Но, и знаете, вот мы иногда, как бы, видим здесь, вот в этих словах Христа, мы видим вот только это. И так вступайте и сделайте все народы моими учениками. Крестите их во имя Отца, Сына и Святого Духа. И научитесь соблюдать все, что я вам повелел. И мы сейчас спрашиваем, как я их научу? Ну, потом я, вот, я, наоборот, начинаю читать отсюда, и потом я прокидываю мостик чуть назад и чуть вперед. Мне дана вся власть на небе и на земле. И в конце он говорит, я с вами всегда до конца мира. И только, и я вспоминаю, что только что произошло. Представляете себе люди, которые только что разбежались, разбежались, потому что, ну, они видели божественность Христа, но его распинают. С этим все, как бы, действительно, может быть, не совсем все, да, но можно сказать и совсем все. Это как семя сеется в землю, ученики разбегаются, потом вдруг оно начинает приносить плод, и в том числе в их сердцах. Все умирает. И вот эти ученики видят его воскрешен, и он говорит, ребята, я победил, ну, это я давать себя добавляю, я победил смерть. Сейчас мне дана вся власть на небе и на земле. Да, он предупреждал их о том, что если вы пойдете, вы будете гонимы, точно так же, как и я, но мне дана вся власть. Это, наверное, самая главная мысль сегодня. Ему дана вся власть на небе, вся власть у него. Мы сегодня пели об этом. Вся власть у него. И он дальше говорит, я с вами всегда до конца мира. Очень просто, но очень глобально, потому что тогда, да, Господь, мы пойдем, мы пойдем и будем делать все народы учениками. Мы не будем смотреть на то, как это сложно и так далее, мы пойдем. И хотелось бы конкретно, да, конкретно поговорить о том, все-таки, как же мы это делаем. В том смысле, что какое же есть оружие у нас против этого всего. Я вот недавно видел, да, опять-таки, вот об этой теме, да, там, как выглядит сегодня мир и о чем там сегодня думают. Я недавно видел интервью такое, оно достаточно популярное, может быть, кто-то из вас его смотрел. Есть такой Артемий Лебедев, дизайнер известный в России, вот, и есть на телеканале Спас, там есть передача. Я вот просто решил посмотреть, да, и сидит против него. И называется она «Неверю». И они говорят вот как бы о вере, вроде как один атеист, а другой христианин. Вот. И один, ну, православный христианин, другой атеист. И вот они, когда разговаривали, у них достаточно интересный диалог был. Ну, в принципе, ничего нового, мы это слышим, эти мнения. Вот. Ну, я иногда менял точку зрения. Мне казалось, здравость, которую говорит Лебедев, да, она, ну, достойная. И он говорит гораздо более здраво, чем верующий, который просто его пытается, ну, знаете, да, мы иногда тоже так делаем, пытается просто его вот сейчас научить, заучить так, пролечить. Вот. И вот они, они дискутируют, я вот точку зрения меняю, да, думаю, вот здесь хорошо скажем, потом вот здесь. Но в целом они рисуют собой две точки зрения, которые, мы о них косвенно уже так говорили только что, но они рисуют две вот эти точки зрения, о том, что один говорит, я хочу жить свободно, религия, это какой-то странный клуб. Вы говорите о том, что вы свободны, но даже когда я вступаю в ваш клуб, я уже становлюсь не свободным, потому что я должен быть с вами, чтобы быть свободным, а я хочу просто быть свободным. Хочу делать то, что мне нравится. Более того, православная культура в нашей стране мне нравится, он говорит. Я вообще за, мне вообще все вот эти праздники, это все великое наследие, это культурный такой фон наш, это очень интересно, мне это нравится. Да? А другой, позиция другого, она, ну такая, знаете, серьезная такая, и он так немножко, ну, мне так показалось, так немножко свысока смотрит, тоже на атеиста, и говорит, ты еще просто не понимаешь, ты еще просто, ну, не дошел, и как бы, тоже такая она, она вот, в чем-то мне напоминает позицию, знаете, лидеров того времени, которые знали, как правильно, и вот он просто его как бы переучивает, тем не менее, он иногда говорит о христианстве, здравой вещи, а тот иногда говорит здравой вещи в целом, который против духа религии, и вот это как раз те самые взгляды, которые сегодня есть в нашем обществе, то есть сегодня люди либо думают, я буду свободен, либо думают религия, да, вот это так, вот она церковь, перед нами с вами большой вызов, потому что позиция Бога, который может именно, вот Бога, как мы с вами в Него верим, который вторгается в нашу реальность, которому можно молиться, Он отвечает, который с нами говорит, который не изменился, которому можно в конце концов служить всей жизнью, и видеть какой-то другой результат, с которым можно просить за это слово, ну, взаимодействовать, видеть его действия в своей жизни, видеть изменения реальности в своей жизни, жить в духе, да, вот эта позиция, она почему-то снова маргинальная и такая смешная, но она часто такое бывает, и у меня вопрос, я вот на это все смотрю, читаю все, что здесь написано, и я думаю, что же делать, и я понимаю, что единственный ответ, я в последнее время чаще и чаще понимаю, что единственный ответ, что мы можем делать, это все больше и больше именно укореняться в нем, питаться от него, потому что Бог хочет делать что-то сверхъестественное, Бог хочет показывать себя, Он хочет свидетельствовать, Он хочет говорить через нас, и нам дано, дано вот эта честь и привилегия знать его, и знать его в полноте, может быть, мы ограничиваем сами себя, и мы можем больше и больше познавать его всю жизнь, но я имею ввиду, нам открыто, полное Евангелие, я верю, что единственное, что может изменить этот мир, это не слова убедительные, не, я просто сейчас думаю, что для многих из вас это известная мысль, но нам хорошо это еще раз понять в этом большом масштабе, да, это не слова, это не какие-то передачи, которые мы снимем, мы зальем куда-то в интернет, да, где мы будем убедительно аргументировать точку зрения христианства, это тоже хорошо, но я верю, что не в этом самая большая сила, самая большая сила, это когда я, да, возвращаемся к простым детским терминам с воскресной школы, я как сосуд, я наполнен Богом, я хожу, и везде, где я хожу, я распространяю Божье присутствие, и вы знаете, это серьезный, на самом деле, вызов, и честно говоря, мне кажется, что он становится, он не стал, знаете, сейчас время такое, что он не стал меньше, сейчас информационный фон, который вот этими точками зрения, о которых мы говорили раньше, просто он бомбардирует все вокруг, и людей нет возможности, люди в тупике, у них нет возможности выбраться, они не могут подумать своей головой, они не могут увидеть, им тяжело стало видеть, даже в нас это, и мы с вами, которые, которые иногда так же живем, живем так же, как этот мир, да, в чем-то, в том, как мы проводим время, просто мы ходим в церковь, и просто я верю, да, что любой ответ для этого мира, это нам еще больше укореняться в Господе, еще больше познавать Его, когда мы ходим, потому что мы можем ходить с Ним, когда Он говорит, мы можем укореняться в Нем, иметь корень, иметь корень такой, чтобы знать, куда Он нас ведет, знать, какой следующий шаг, слышать, что Он сейчас готовит для какого-то человека, быть вообще не с Ним, чем бы мы ни занимались, кем бы мы ни были, но знать, что дальше Господь хочет делать, идти с Ним. и знаете, это иногда вплоть до того, что, ну, вот здесь вот написано, да, о том, что Он сказал им, идите в Галилею, они, услышав от женщин, пошли туда, просто послушались и пришли, иногда это вплоть до того, что просто послушаться, и если разбирать, да, здесь написано о том, идите и сделайте народу учениками, мне кажется, кстати, что если, я просто анализирую здесь, вот если я ученик Христа, я, он мне говорит это, да, как бы мне не было страшно, я его ученик, я уже за ним шел, я видел, что он делает, я пойду, потому что я, и тем более я видел его с Крешным, потому что я верю в его силу, и для того, чтобы идти, иногда нужно стать учеником Христа, а если ты ученик Христа, ты будешь делать учеников Христа, и мы как-то об этом говорили, да, мы как-то сели и выписали просто, это, это, знаете, это помогает, сесть и просто выписать, вот что делали ученики, мы составили такой список, он у меня тут, кстати, частично есть, ну вот, можно вас спросить, как вы думаете, вот что делать должен ученик Христа? Верить невозможно? Быть послушным, кушать, не грешить, любить людей, это все, кстати, списка, следовать за Христом, да, ну, вы много назвали, я просто вот частично прочитаю, да, это, опять-таки, это просто какой-то список, который мы просто составили, любить Бога, любить ближнего, поставить отношения с Богом, и выше всех других отношений, а также выше собственных желаний, Лука 14 глава, учиться молиться, Лука 11 глава, молиться за больных, изгонять бесов, проповедовать Евангелие, читать и понимать Писание, чтобы другим можно было объяснить, об этом Павел ясно пишет Тимофею, работать своими руками, крестить людей, вот, и так далее, и интересно, что когда ты смотришь на этот список просто, ты думаешь, вот, если честно, да, выписать из Писания, что делали ученики Христа, и потом посмотреть, что из этого я делаю, или принимаю участие, или хотел бы делать, и я иногда себе, честно говорю, практически ничего, только молюсь, и то не всегда, да, вот мы, Макс тут недавно Гриценко на 9 утра проповедовал, и он сказал, кто из вас читает Библию каждый день, и все такие, вот, я не понял, потому что иногда у меня бывает день, когда я не прочитал Писание, вот, вопрос в том, что если мы хотим быть учениками Христа, первый шаг, это быть послушными, как здесь сказано, поставить Бога выше всех других отношений, выше собственных желаний, понимаете, сегодня мы ничего не принесем этому миру, мы просто живем в холостую, если мы не укорены в нем, если у нас нет таких отношений, чтобы это просто не было для кого-то, чтобы мы могли их показать, вот у меня есть эти отношения, а чтобы мы сами ходили реально с Ним и приносили какой-то Его плод, мы ничего не принесем, и поэтому иногда, может быть, взыскать Его чуть больше, это просто необходимо, знаете, это просто следующий шаг, взыскать, что же Бог сейчас делает в моей жизни, реально, ну, написано, остановитесь и познайте, реально взыскать, что сейчас Господь хочет делать в моей жизни, сделать так, ну, как сказать, когда ты выщешь, это реально на первом месте, сделать так, чтобы у меня было время, сделать так, чтобы я пришел и задал Богу вопрос, потому что, честно говоря, по-другому мы никак не повлияем, не будучи в нем, не будучи на лозе, не будучи, как написано Иоанна 15 глава, пребывайте во мне, и пусть, да, и слова ваши вам, слова мои в вас пребывают, тогда принесете много плода, без меня не можете делать ничего, вот это не можете делать ничего, в этом мире мы ничего не принесем, если мы не укорены в нем, и это наша задача, это наша задача, как церкви, на самом деле, это важно, пусть наша жизнь не превратится просто в рутину, а если мы не знаем, что делать дальше, взыскать реально его, найти его, так, как ты это можешь делать, но на самом деле найти, что же делать дальше, Когда Бог говорит через пророчество «взащите меня всем сердцем», это звучит иногда, что да, мы это делаем автоматически, но на самом деле это какое-то решение, которое нам нужно, и без него мы не можем даже свидетельствовать, мы не можем ничего принести. Иногда мы настолько пустые, что даже проверяя себя по этому списку, мы ничего не делаем, потому что мы не наполнены внутри, мы не укоренены внутри. Вот этот корень для меня – это личное понимание, что сейчас Бог тебе говорит, куда Он тебя ведет, диалог с Ним, цели от Него. Как знаете, у Павла, у других учеников, Павел говорит «подражайте мне, как я подражаю Христу». Теперь давайте прочитаем Деяние, 19 глава, чтобы еще-еще эту картину лучше обрисовать. Деяние, 19 глава, 11 стих, до 16. «Бог же творил немало чудес руками Павла, так что на больных возлагали палатки и опасания с тела Его, и у них прекращались болезни, и злые духи выходили из них. Даже некоторые из китающихся иудейских заклинателей стали употреблять над имеющими злых духов имя Господа Иисуса, говоря, заклинаем вас Иисусом, которого Павел проповедует. Это делали какие-то семь сынов иудейского предвосвященника Скевы, но злой дух сказал им в ответ, «Иисуса знаю, и Павел мне известен, а вы кто?» «И бросился на них человек, которым был злой дух, и одолев их, взял над ними такую силу, что они ноги избитые, выбежали из того дома». Видите, люди, которые без Духа Божьего, они не имеют никакой силы здесь. И Павел, учник Христа, который изгоняет злых духов, которому начинают подражать. Простой человек, такой, как мы с вами. И Павел пишет «Подражайте мне, как я Христу». У нас иногда есть стереотипное представление, что вот так глубоко, имея корень, на самом деле личное отношение с Богом, вводимо с Ним, слыша от Него слова, мы стереотипно представляем, что так глубоко может жить только лидер, пастор, потому что он высвобожден на это, да, потому что у него есть какая-то ответственность, в конце концов, ему нужно готовиться к проповеди в воскресенье, значит, он взыщет Бога. Но новозаветный план – это, чтобы мы все возрастали. И здесь написано, вот в Ефесянам, 4 главе, он говорит, Павел, да, говорит, «И он поставил одних апостолами, других пророками, иных вангелистами, иных пастырями, учителями, к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова». Знаете, если мы на самом деле придем в образ Христа, если многие из нас будут ближе к этому образу, тогда нам не понадобятся пасторы. Это мы сейчас, может быть, не в таком состоянии, да, но понимаете, нам не понадобятся пасторы, евангелисты, пророки, учителя, потому что чем выше наш возраст, чем больше наша ответственность и любовь, тем меньше нужно нас наставлять и так далее. Мы все сами это делаем. И более того, это его план. Это его план, чтобы каждый верующий, это его план, как донести Евангелие в этот мир, который так невозможно достичь, чтобы каждый верующийся не был более младенцем, колеблющимся, увлекающимся всяким ветром мучения. Как мы это сделаем? Мы это сделаем, если только мы будем знать лично, что он через что ведет у нас каждый день. И может быть, знаете, это не новая информация, но я верю, это очень нужно делать. И сейчас в последнее время, сколько бы я ни встречался с разными сложными вопросами, это единственный ответ, который я нахожу для себя. Как можно повлиять на этот мир? Как можно в этот диалог вообще вступить? Знаете, эти люди там в этой передаче, они настолько аргументированно, настолько красиво разговаривают и представляют вот эти точки зрения, которые, в принципе, видно было в Палестине в первом веке, когда Христа распяли среди всех этих точек зрения. Настолько аргументированно, настолько подкованно, настолько, знаете, приводят цитаты из... Даже, ну, понятно, да, цитаты из Писания приводят историю, приводят цитаты из Отцов Церкви, но даже неверующий, который говорит с верующим, он хорошо знает все это. Он рассказывает контекст, он говорит, а, вы об этом? Да, ну, эту концепцию я знаю, интересная концепция. А вот в буддизме, кстати, похожее что-то и так далее. Или говорит, ну, вообще мне религия не нравится, действительно, странный клуб. Я просто еще раз повторю, это интересная мысль. Мне говорят, чтобы быть свободным, мне нужно вступить куда-то, а я хочу быть свободным. Я не хочу куда вступать, чтобы быть свободным. Он... Его не переубедить. Как мы можем свидетельствовать этому миру? Только если принесем Христа, если Он будет внутри нас. И нам нужно для того, чтобы мы все больше возрастали и становились учениками Христа, нам нужна живая церковь, где вокруг нас ученики Христа, ученики Христа, которые в первую очередь хотят у Него учиться, следовать за Ним. И это, во-первых, живая церковь, где вокруг ученики Христа. Во-вторых, у каждого из нас, чтобы был корень, чтобы у каждого из нас было понимание, не просто корпоративное. И да, мы об этом много говорили, но да, это сегодня особенно важно. Может быть, еще важнее, чем раньше. Вот сейчас уже то время, когда нам нужно быть теми, кто приносит Христа. давайте быть на лозе, давайте приносить это. Мы никак не сможем повлиять. Может быть, мои слова вас не убедили, но мы никак не сможем повлиять на этот мир, если у нас не будет Его, если мы не несем Его, если мы не просто какие-то другие, если мы вдруг не говорим слова, которые никто не знает от Бога, если мы вдруг что-то не делаем, если мы не подчинены Ему, что можем влиять на других людей. Я верю, что это ответ. И да, когда сегодня унижается позиция, позиция именно, а продолжает, продолжает точно так же унижаться. Мы не знаем, что завтра будет, но когда сегодня, это еще больше, я думаю, за счет подкованности информационного такого потока. Вот эта позиция Бога, который может вторгаться в жизнь. Люди не хотят верить, им неудобно с Богом. Они не хотят верить, они не хотят в конце концов стать вот в этом их состоянии, стать его учениками, чтобы быть ему послушным. Им хочется, чтобы все было понятно, контролируемо, предсказуемо. Вот они не хотят пускать такого Бога. И вот эта позиция, в которой мы с вами уже находимся, и в которой есть единственное счастье настоящее, она сегодня под атакой. Последнее, что скажу, это также цитата из такой Сергея Худиев. Сейчас нажму. Он такой евангельский, православный. Ну, интересная мысль просто. В одной передаче, да, его спросили, «Зачем мне вера? Что она мне дает?» Он отвечает на этот вопрос так. Он говорит, «Вера сама себе не отвечает на вопрос, зачем я. Мы созданы не сами собой и не сами для себя. Вера выводит из-за цикленности на себе. Центром мироздания являюсь не я, а Господь Иисус Христос». Это то, что дает вера. Это то, что мы говорим. И это не изменилось. Вера выводит из-за цикленности на себе, и именно поэтому она приводит нас к подлинному счастью. Пусть для нас это будет так. Давайте смотреть на Господа, давайте в Нем укореняться, давайте слушать, давайте действительно возьмем время. Когда мы были многие из нас неверующими, мы прошли этот урок, мы искали его до потери сознания реально. Мы ходили постоянно, «Господи, подними меня выше, Господи, я не знаю, где я, я не понимаю, откройся мне». Я сейчас выражаю желание нашего сердца, мы, может быть, другими словами это говорили. Мы пришли в церковь, и вот вроде люди, они переживают его, но я не знаю его. И мы ходили вот так, мы проводили время в молитве, для нас это было важно, для нас это было самое важное. И он пришел по милости своей, открылся и повел нас, и показал нам сверхъестественное. И сейчас, иногда, когда мы чувствуем, что теряем корень, он засыхает, нам это нужно. Нам нужно так, воззвать к нему, попросить Господи, «Где я? Что мне делать, Господь?» Он ждет. И вера выводит из-за цикленности, именно поэтому она приводит нас к подлинному счастью. Мы счастливые люди. Давайте укореняться в Господе таким образом, давайте иметь что-то в себе, чтобы потом, не зная, что сказать, мы вдруг говорили это от Господа, что мы были другими духом, что мы влияли, что мы были солью на этой земле. И выйдя из-за цикленности в себе, рассказывали другим о том, какое это счастье. Хорошо, давайте помолимся. Господь Иисус, я представляю это как фигуру на доске, которую Ты поставил. Каждый из нас такая фигура, которая важна для какого-то Твоего шага, Господь. Каждый из нас, это не просто так, не просто так материал, но каждый из нас это фигура, Господи. И, Господи, используй нас, дай нам быть Твоим ключевым человеком в Твоих ключевых местах, то, чтобы делать этот шаг, наступать на врага, Господь. Для того, чтобы, Господь, иногда ставить мат тем, что просто Ты нас поставил, не потому, что я такой, а потому, что Ты взял меня и поставил на нужное место, Господь. Благослови, пожалуйста, каждого во имя Иисуса Христа. Пожалуйста, помоги нам открыться для Тебя и влиять на этот мир, имея корень. Поэтому больше всего просим, помоги, Господи, пребывать в Тебе и хотим слышать, куда Ты ведешь нас, хотим слышать, что Ты говоришь нам, хотим слышать, что Ты дальше делаешь, хотим не смущаться ни от какого страха, Господь. Хотим, Господи, знать, что Ты делаешь в нашей жизни, хотим знать, что Ты дальше делаешь каждому из нас. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь.